Бизона ТВ Бизона ТВ Первый матч что у нас было интересного? Ну, две четверти упорная борьба шла А потом? А потом наступила третья четверть? А потом наступила третья четверть, рывок Вологда-Чеваката И как итог победа Вологда Я вот хотел спросить режиссера нашей трансляции, технического директора, для кого я делаю вообще видеоролики в начале? Для кого я их делаю, не знаешь, Роман Юрьевич? Для того, чтобы они были и для того, чтобы вы их запустили в эфир Да, именно сейчас нужно запустить ролик с Вологдой Да, именно сейчас Снова с Оперпесом Кастали 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Александра Костиной. 2-0. Как раз Юлия Киселева говорила, а, Кристина Аликина говорила, что у нас преимущество в том, что у нас есть два больших, два больших центровых. И, соответственно, я думаю, что это преимущество Вологда будет стараться использовать сегодня по полной программе. Ой. Ищет заброс на Киселева. Кристина Аликина со средней. Таня Бурик подбирает мяч. Личная защита, да, с самого начала? Да, с самого начала личная защита у обеих. При том, что Екатерина Чистякова, ее одержит Юлия Киселева, она вытягивает и своего опекуна на периметр. Потому что мы знаем, что Екатерина Чистякова и хорошая трехочковая. Насколько опасно Катя Чистякова она показала в первом матче. Да. Аут. Креста состоялась в Питере несколько дней назад. 15 секунд остается на владение. Вологда. Юлия Киселева. Трехочковый. И фол. Маша Черепанова. Первый командный фол. Ну, пока не очень быстрый темп, да, как мы можем заметить. Неураганный. Чистякова в проходе отбрасывает мяч в угол. И фол свистит судья, как странно. Да, из чувакаток. Киселева. Костина получает против Олеги. Екатерина Чистякова скидка на Костина. И там на подборе отборолась Маша Черепанова и на ней фол. Номер 22. Это Екатерина Чистякова. Александр Богачев дал уже два фола, да, за полторы минуты на этой половине. Один там, один там. Лори Мор с мячом. Маша Черепанова. Двоечка на периметре. Бросок со средней. И мяч предательский. Выскальзывает из питерского кольца. Широко очень растягивает, да, команда Санкт-Петербурга. Защиту. Кристина подбирает после броска Ольги Воробьевой. Самое главное, чтобы в нападении стоячки не было. Потому что защита должна работать. Да. Хороший силовой проход Олег Кины. Да, там Таня Бурик пыталась внизу выбить мяч. Судья Свистунфол. Первая командная и первая замена в составе Санкт-Петербурга. Спартака. Это выходит Анна Остраухова вместо Екатерины Чистяковой. Увеличивает скорость движения мяча Дмитрий Федорович. Да, в два маленьких. Мы уже помним, насколько это опасно. А тем временем Кристина Аликина демонстрирует идеальную технику исполнения штрафного броска. И увеличивает счет до 4-0 в пользу Воробьевой. Трайс двух. Абсолютно спокойно. 4-0. Анна Остраухова с мячом. Анастасия Логинова. Анна Остраухова. Против нее Света Махлина в защите. Но мы в первом матче видели очень часто двоечку на периметре в исполнении Анны Острауховой и большого игрока. Кристина Аликина. Не стала атаковать в ходу. Да, ждет двоечку с Юлей Киселевой. Я думаю, сейчас будет заброс, наверное, на большого. Вместо этого Киселева выходит на заслон наверх. 6 секунд остается. Кристина активно пошла на кольцо в проходе. И заработал очередной фол. Бросковый? Да, бросковый. И первый минутный перерыв берет Спартак. Почему тайм-аут, Свет? Ну, мне кажется, не работает защита так, как хочет этот Дмитрий Донсков. Очень легко проходит в проходе. По нападению все хорошо у Питера? У Питера? Да. Ну, если они широко растягивают защиту, в принципе, ситуация для броска есть, значит, не так уж все плохо, я бы сказала. Единственное, добавить... Броски были почти свободны, почти. Мне кажется, после тайм-аута сейчас поменяется защита. Ты так не думаешь? На зону. Закончился минутный перерыв. А Вологда имеет определенные проблемы против зоны защиты. Мы это помним. Против хорошо организованной, хорошей, подвижной, мобильной зоны защиты. Мы посмотрим итоги тайм-аута. Кристина Олегина на линии штрафных. Два из двух. 6-0. Анастасия Логинова. Воробьева. Логинова. Логинова в проходе. Правый такой полукрюк был. Юлия Киселева подбирает мяч. У Питера нет проникновения мяча вовнутрь. Я бы сказал так. Все вот эти полоскания. Восстановные на периметре. Полоскания на периметре, они не сильно опасны. Будет продавлять Киселева. Ох, какой красивый бросок забивает Юлия Киселева. Продавила защитника и с лавом. Я думаю, сейчас порадовалась Ольга Александровна Шунейкина. Потому что это именно то, чего она требует. Да, Анна Остраухова. В кинжальном проходе и забивает. Да, Светлана Махлина. Красивый был проход. К сожалению, не попадает, но... С лолом и такой проход. И по исполнению технически был красив. Вот перехват. Успела бы тянуть Махлина. Да, поборолась. Юлия Киселева перехватила. Лори Мор заводит мяч. Вот, красивая комбинация. Ау! Легко разыграла Вологда эту ситуацию. Да. Оставалось только попасть в кольцо. Думаю, будут еще такие моменты. Бурик играет двоечку с Логиновой. Там Лори Мор хорошо, кстати, играет в защите. Обрати внимание, она не попадается под заслон. А как Таня Бурик вышла из этой ситуации, из-под дабла? Ах! Перехват Черепанова. Перехват Черепанова. И несется она в быстро отрыв против маленькой Анны Остроуховой. Несмотря на то, что прозвучал свисток, все равно сделала попытку броска. Замена. В составе Спартака на площадку выходит номер 8. Это Любовь Паскаленко. И номер 5. Это Анастасия Андерсон. Света Махальна получает на периметре, бросает. И Маша Черепанова там отработала на подборе. Владение Вологды. Еще одна замена у Питера. Номер 15. Екатерина Тимофеева выходит на площадку. Она меняет Анастасию Логинову. Активно ротирует своих игроков Дмитрий Донсков сегодня. Кристина Аликина получает мяч. А. Неточный пас. Аликина рассчитывала стянуть на себя всю Питерскую защиту. Единственное, что не точная передача. В принципе, все было сделано правильно. Перевод справа налево у Спартака. Серия заслонов двоечек. И Андерсон. Андерсон. Доводит мяч до Пасхаленко. И. Достаточно жесткое столкновение с Киселевой. Пыталась там сделать блокшот Юли Киселева. Готовится первая замена в составе Вологда. Катя Кейра присаживается на скамеечку для замены. Первый точно. В следующей очереди видим Алиси Малашенко. Юли Киселева подбирает. Отправляет. Ух, какая передача, да? Практически по волосам прошла, я бы сказала. И вот красивый момент. И забивает. Забивает Юли Киселева. Она уже практически вылетала за щит, да? Законы физики не обманешь. Законы физики уносили ее за пределы площадки. Но Юлия успела произвести прицельный бросок по кольцу. Двоечка там на периметре. Анна Остраухова играла с... Рвет дистанцию с Аликиной. Аликин успела помешать броску. И очередной подбор. Я бы сказала, Юли Киселевой подбила на мяч Лори Мор. Пытается разыграть разницу. И Черепанова на подборе. Черепанова подбирает. Мяч не забивает, да. Не успевает защитники. Ну что сказать поначалу. Волок чуть быстрее, чуть точнее, чуть мобильнее. Чуть мобильнее и чуть, я бы сказала... Подстраховала хорошо, как и Кристина сейчас. Юлик Киселеву. Предугадывай ситуацию, а не лучше. Не спортивный пол, да. Не спортивный пол получает Екатерина Тимофеева. Достаточно жестко сейчас встретила питерская защита, питерскую воспитанницу Светлану Мафлину. Замены произошли в составе обеих команд. На площадку Вологды вышли Катерина Киева и Олеся Малошенко. Мне кажется, случайно у Тимофеева здесь получился вот такой... На повторе как-то я не увидел какого-то желания прямо вот... Жестко свалить. Бывает такое иногда. Бывает. Один из двух. В составе Спартака на площадке появилась Таня Бурик и Юлия Лукина. Номер 11. Катерина Кейро. В позиции разыгрывающего. Света Махлина. Скидка на Машу Черепанову. И как удачно подгадала, да, нашла. Юлия Киселева выбрала место и забил два очка из-под корзины. Юлия Лукина, конечно, не сладко приходится в борьбе под своим счетом. Ну да, судя по ростовым данным, естественно, получается... Ух! Два очка. Ольга Воробьева. 15-5. Вот уже десятиочковое преимущество. Света Махлина как изящно подбросила, подвесила мяч. Я бы назвал это парашют по-махлински. Парашют? Да, вот такой стиль броска, потому что я ни у кого больше такого не видел. Света подбирает еще и под своим кольцом, успевает подобрать. Катя Кейро с мячом. Олеся Малышенко. Не думая, отправляет снаряд в сторону кольца. Подбор за Питером. Юлия Лукина в проходе против Юлии Киселевой. Ну и фалит там Олеся Малышенко. Не успевала она ногами. Поймалась на движение. Замена в составе Вологда. Выходит Елена Баранова, капитан команды. Она поменяла Юлию Киселеву. Елена Волкова вместо Светы Махлани. А тем временем два штрафных пробивает Екатерина Тимофеева. Первый точно. Трое против двоих, да? Как по нотам, я бы сказала. И два очка в корзине. Я не наблюдал даже какой-то особой спешки в действиях нападающих вакатах. Юлия Лукина в проходе. Катя Кейра подбирает мяч. И будет быстротрыв. Лена Баранова. Ух, как. С лавом. Просто на ударе. Двумя движениями. Два удара, мяч в корзине. Как-то раступилась питерская защита. Да, мне кажется, не поверили. Перед со службым мастером спорта СССР. Таня Бурик с мячом. Чистякова. Попытка среднего. Отсчитает. Да, от забора забивает. 21-8 счет. За минуту 10 до конца первой четверти. Лена Волкова с мячом. В углу Черепанова. Отскок к Андерсу. Таня Бурик. Ух, как хорошо. Маша подбила сзади мяч в защите. И сама же в быстром отрыве забивает два очка. 23-8. Как хорошо Вологда убегает в быстрый отрыв. Стартует. Если не каждая вторая атака сегодня завершалась. Ну, начиналась с этого. Ну, и, соответственно, и завершалась. Таня Бурик. 23-8. Да, такой не очень радостный счет для поклонников питерской команды сейчас на табло. Еще один перехват Олеся Малошенко. И вновь. Лена Баранова подождала там с паузой. До конца кричит скамейка. Да, пять секунд остается. Олеся Малошенко бросает. Лена на подборе. Друг другу помешали чувакатки сейчас в этой ситуации. Очень хотелось подобрать и забить, видимо. Захлестывает жажда подбора. Баскетболисты Квалогодской чувакаты. И первая четверть заканчивается со счетом 23-8. Ну, что можно сказать, Свет? Мы видим повтор. Подавляющее преимущество Вологды. Да, по сравнению с первым матчем. По крайней мере, в счете на табло. И минус 15, да. Всего 8 очков забито у Питера. Это очень мало. Вологды идет, в принципе, по своему графику. 23 очка за четверть. Это неплохо. Но минус 15 очень сложно. Очень сложно будет отыграть. Вот хорошие моменты в первой четверти в исполнении Юлии Киселевой. То, что начало акцентированно игралось на... Вологды играл на свою центровую. И вот еще один момент. 8 очков у Юлии Киселевой. Она самая результативная, да, в составе обеих команд? 7%. Замечательный показатель. 4 подбора у нее уже. Да, и это всего лишь за 8 минут игрового времени. 4 очка у Маши Черепановой и Кристины Аликиной. 3 очка у Светы Махлиной. 2 очка у Кати Кейру и Лена Барановой. 15-8. Такое же подавляющее преимущество и на подборах у Вологды над Питерским Спартаком. У Спартака очки набирали Ольга Воробьева 2, Катя Систякова 2, Анна Островухова 2 и по одному Любу Пускаленко и Катя Тимофеева. Потери. Одна потеря всего лишь у Вологды Чевакаты против 5 потерь у Спартака Санкт-Петербурга. Готовность номер 1 начинается вторая четверть. Тот же состав у Вологды. Кто заканчивал? Нет, появилась Анна Плешкова. А, да, да, да. Анна Плешкова появилась на площадке. Екатерина Чистякова сейчас бросала сложный бросок через Аню Чистякову и попадает. 23-10. Наверное, призывал в перерыве Дмитрий Тонсков своих подопечных быть более активными. Не стесняться и атаковать кольцо более агрессивными действиями. А что по количеству атак? 12 атак всего с игры. Да, 12, конечно, маловато, я думаю, для 10 минут. В Вологды 21 атаку сделала за это же самое время. Практически в два раза больше. Какая двоечка прошла? Анастасия Логинова там бросала. И Логинова успела еще обработать этот мяч, да? Да. Находясь в плотном бутерброде между двумя защитниками. Защитниками. Не дошел мяч. Да, Лена Баранова. Немножечко. Не дошел. Питерские защитницы были на чуку. Владимир Ахламенко вручает мяч Кате Кейру. Поводит его из-за лицевой Лена Баранова. Со средней. И точно. 25-10. Таня Бурик начинает атаку Спартака. Костина с мячом. Таня Бурик. Мне кажется... Ох, какая красивая двоечка. Отличная скидка Бурик. Блестящая разыгранная двойка. Хочу заметить, что в первом матче... И три очка Анны Плешковой. В первом матче Спартак, особенно маленькие задние, Таня Бурик и Анна Остроухова очень много бросали трехочковых бросков. Ты помнишь это? Да. А сейчас мы не видим этого. Что произошло? Как ты думаешь? Установка тренера? Давай спросим их об этом в перерыве. Фол. Олеся Малошенко. Нет, Анне Плешковой. Анне Плешковой дают судье фол. Это первое персональное замечание. И замена в составе Волода Чеваката, Катерина Кейру. Покидает площадку. Вместо нее выходит Ульяна Шулепова. Всех практически игроков заиграла Ольга Шунекина. За исключением Джессики Девинпорт. Ивена Волкова подбирает мяч после броска. И сама же... Ух, какая скидка. И два очка. Получайте, вынимайте. 30-10 уже, минус 20, да? К концу сезона приходит и взаимопонимание. Игроки чувствуют друг друга, где может... И от кого может последовать неожиданная скидка. Главное... И какая главная скидка? Главное быть к этому готовой. Ах, хотела верху поймать Лену Баранову. Екатерина Тимофеева поборолась за отскок. За что была вознаграждена двумя штрафными. Первый точно. И Питер задействовал всех своих игроков. Ну, хочу заметить, что у них всего лишь 10 человек в составе. Да, я как-то не подумал об этом. Елена Баранова подбирает мяч. И Елена Волкова начинает эту атаку. Ульяна Шулепова тем временем успела снять золото-бриллианты свои. Елена Волкова. 8 секунд остается на... Ух, с зависанием. И Елена Баранова на подборе. Чуть не подобрала там сходу мяч этот. Бросочек со средней. Быстрый ответ Питера. Волкова отвечает точным средним броском. Не стесняясь. Абсолютно ничего. Лена Баранова забивает 3 очка. Мне кажется, сейчас не поверил защитник, что Лена может бросить, да? Я думаю, что на скаутинге придется им этот момент... Повторяйте? Повторяйте еще, повторяйте, да. Анна Остроухова. По итогам регулярного сезона, кстати, Лена входит в... Десятку? Да, я бы даже, по-моему, даже если не тройку. Тройку? Лучше по проценту трехочковых бросков. Конечно, здорово, когда в составе есть тяжелый фервард. Который одинаково... Который умеет и любит атаковать из-за дуги. Тем самым защита вынуждена растягиваться. Образуется дыры, куда могут врываться маленькие игроки. Ну и так далее. Какой блокшот от Малошенко. И замена. Анастасия Андерсон в составе Спартака. И в составе Волга Чавакат. На площадку выходят Лори Мор и Кристина Аликина. 33-13 счет. За шесть минут до конца второй четверти. Олег не на спиной, по-моему, перехватил этот мяч. Нет, рукой. Рукой практически перехватила, я бы сказала. Анастасия Андерсон вводит мяч, Анна Остраухова. Тимофеева с мячом. Ой-ой-ой. Не дотерпела немножко, Лена. Да. Три командных фола в четверти у Вологодской Чавакаты. Какие красивые цифры сейчас замерли. Один, а, ты на время смотришь? Четыре пятерки. Минут 55, целых и пять десятых секунды. Анастасия Логинова. Двоечку там с Анной Остроуховой. И вот, наверное, первый бросочек трехочковый. Аня Остроуховой. Кристина Ликина с мячом. Ульяна Шулепова. И трехочковый. Бросок и попадание. Очень хороший и стабильный бросок у Ульяна Шулепова. Тимофеева. Ух, как хорошо. Внизу сейчас, да, успела подбить Елена Баранова мяч? Главное чисто. Юлия Киселева меняет Елену Баранову. Как энергичка на скамейку приветствует. И не только скамейка, и зрители в зале. Улья Шулепова. Оказалось, расторопли всех в той ситуации. Анна Плешкова. Заброс на Юлию Киселеву. С разворота. И Анастасия Андерсон подбирает мяч и несет в быстрый отрыв. Анна Остраухова. Расставляет команду. Тимофеева точно. Смотри, несмотря на разницу в счете, нет обреченности никакой в действии. Нет, они играют. Они показывают то, что могут. И это правильно. Не успевает, да, ногами защитница. И фолк получает Екатерина Тимофеева. Кристина Ликина получает мяч. Бросает со средней. Какой перевод. И точно два очка. Хороший перевод. Свободный бросок. Пожалуйста, вынимайте. 36-17 за 4 минуты до конца второй четверти. Анна Плешкова. Нужно было, мне кажется, сразу бросать. Но там Юлия Киселева поборолась. И спокойно левой рукой, убрав мяч, забивает два очка очередные. У Юлии Киселевой это уже 10-е очко. И молодец. Тимофеева с мячом. Андерсон. Двоечка с Тимофеевой. Нет. Костина. Как нашли красивой передачей. Костина нашла Тимофееву. Под самым кольцом. Несмотря на то, что в росте немножечко Питер уступает, тем не менее, все равно играют спокойненько внутри. Не боятся ничего. Да, за счет быстроты выпуска мяча. Подвижности, да. Левой рукой хотела Юлия Киселева. Мне кажется, она еще сомневалась отдать, не отдать. Или бросать, да? Или бросать самой. Хорошо, защищала Саликина. После своего броска успела на противоположный щит, на подбор Юлия Киселева. Кристина Аликина. Ух, какой красивый мяч. В контакте с защитником. В контакте, мне кажется, практически с двойным показом, я бы сказала. Показ, зависание и второй тросок. На грани пола, даже я бы сказал. А на Остроухова там, двоечку. Нет, Лори Мур успевает на ногах. Ах, чуть-чуть не дотерпела Юлия Киселева. Выбудила ее свалить Аня Остроухова. Да, уже практически она вроде бы перекрыла ей пути подступления к кольцу. И мы видим стартовый состав у Вологды за 2,5 минуты до конца первой половины. Люба Паскаленко у Питера. Воробьева поражает Вологодское кольцо. Оживился фан-сектор Вологда Чевакаты. Хоу. Анастасия Андерсон. Анастасия Андерсон. Это третий командный. Нет, второй. Второе командное замечание. Света Махрина будет выносить мяч из-за боковой линии. Двоечка. Очередной фолл. Номер 5. И замена в составе «Спартака» Екатерина Чистякова поменяла Анастасию Андерсон. Пробежка. Да. Маленькая пробежечка была у Маши Черепановой. И здесь пытается не дать Лори Мор поджать, так скажем. Да? Чтобы не расслаблялись питерские баскетболистки. Костина с мячом. Остроухова. Заброс на Люба с коленка. Мяч выпадает. Ах, чуть-чуть не хватило овладеть. Самоотверженно, как сыграла Кристина Олегина. Что значит, до последнего боролась. Маша Черепанова там спорит с судьей. Показывает, что, по-моему, касание было последнее «Спартака». Люба с коленка. 8 секунд. 7 остается. Анна Остроуха, я думаю, будет решать сама. И дальний отскок какой еще. Владение сохраняется за Питером. Екатерина Чистякова подобрала. Еще одна атака. Вот заброс. Очередной заброс. И фол. Аликина? Да. Кристине Аликиной номер 31. Первая персональная. Пятая команда. Это все бьется уже. В составе «Волга» произошла замена. Катерина Кейру вышла на площадку. Она поменяла Лори Мор. Минута 30 до конца первой половины у нас. Александр Костин сокращает разрыв в счете с линии «Штрафля». 2 из 2. 2 из 2. 2 из 2. Катерина Костин. Люба Паскаленко против Юлии Киселевой. Тем не менее, красивый мяч. Хороший. Трудовой. Трудовой мяч хороший. Причем очень уверенно, я бы сказала. Катя Кейру. Прям просилась эта передача. И Юлия Киселева. Сомонаводящийся мяч, я бы сказала. Некоторые бросают мячи со скоком отсчета. А у Юлия со скоком отсчета. Пол нападения там. При постановке заслона, по-моему, дают номер 18. Это Любе Паскаленко. Номер 8, извиняюсь. 30 секунд остается до конца второй четверти. До большого перерыва. Катя Кейру с мячом. Маша Черепанова. Что будет? Заброс на Юль Киселеву. Перевод на Свету Махлину. И еще одна атака. До конца уже будет здесь играть Волок. Да. Вопрос в том, будет ли бросок или не будет. Состоится атака или нет. Состоится и по Ане Остроуховой. Широко растянули сейчас нападающие своих защитников. Ничего не оставалось. Катя Кейру на проход. По проходу Кейру, да. Три секунды останется. Если два из двух пробьет Катя Кейру у Спартака. Ну и время. Со счетом 44-25 команда уходит на большой перерыв. Ведет Волга Чеваката. Даже последний отскок сложился неблагоприятный для Питера. То, что они завязли у себя в зоне и не смогли даже прицельно выпустить. По игре счет? По игре. Я считаю, что по игре. Абсолютно по игре. Легко и свободно играет Волга Чеваката. Расслаблен непринужденно, я бы сказала. Распахнув крылья, они несутся, летят. Летят вологодские нападающие над Питерским кольцом. Не стесняются, подбирают мяч и в нападении. И прорывы какие хорошие у Вологды в первой половине. Мы смотрим повторы. Бросок со средней Лены Барановой. По лидерам нападения Вологодского 14 очков у Юлии Киселевой за первую половину. Она в предматчевом интервью говорила, что будет довольна, если забьет 20. У нее еще есть время, еще 20 минут. Причем не важно, сколько она забьет. Самое главное, конечно, чтобы команда выиграла. Но вот она лично будет довольна, если забьет 20. В принципе, ей уверенными и по графику уверенными шагами приближается она к своей намеченной себе планочке. Лена Баранова 9 очков. За 7 минут. 7 минут. При этом запредельный коэффициент 1.58. Она сделала три подбора. Как и у Кати Кейро, 1.72. Очень впечатляющие две цифры вот эти вот в графе. КПИ? КПИ, да. Ну, чуть догнали, мне кажется, Спартак по подборам. 19 подборов у них против 24 у Вологды. Посократили они разрыв. На одну потерю стало больше у Вологды. Две потери в итоге. И шесть потерь у Спартака. Добавилась тоже одна потеря. Пять перехватов совершила Вологодская Чаваката, хозяйки. Против ноль перехватов у Спартака. Практически все потери питерские. У Питерска шесть потерь. При передаче. Да. Пять потерь при передаче, одна техническая всего лишь. Все эти потери Вологды конвертировала в перехваты. И в быстрый отрыв, я думаю. Поэтому такой результат. А вот мы смотрим повтор результативной атаки. Трехочкового попадания Костиной. Всего 32% сыгры сегодня у питерского Спартака. У Чаваката почти 50. Ну и подровнялись опять же по броскам. 31 раз выпустили по корзине мяч Спартака. И 37 раз Вологда Чаваката. Вот этот красивый мяч Кристины Олегиной. Силовой проход. Оттолкнувшись с усов, да, облетела питерскую защиту, я бы сказал. А вот красивая скидка еще раз на Юлию Киселеву, Светы Махлина. Очень изящная передача Махлина и элегантное завершение от Киселевой. Вот еще раз повторяет этот момент режиссеры. Два взаимодействия оставляют неудел всю питерскую защиту. А вот красивый мяч со скоком от дужки корзины, кольца. Вот еще раз этот момент. С разворота. Доминирует сегодня Вологодская команда? Да, доминирует. Двадцать три восемь первая четверть. Двадцать один семнадцать вторая четверть. Немножко перекруппировался питер. Ожил. Ну, я думаю, тренер тоже сказал, что нужно выходить и играть им. Хватит волноваться. Необходимо делать свои атаки. Потому что без своих атак ни на какой успех рассчитывать не приходится. Ну и как мы заметили, количество атак стало больше. Следовательно, счет стал увеличиваться. Да. По фолам какая ситуация? Три фола у Юлии Киселевой. Ну, в общем-то, это... Не так критично, я бы сказала. Да. Ничто, в общем-то, не угрожает. Я не вижу каких-то особых угроз. Ни для Дмитрия Донского и его команды, ни для команды Ольги Шунейкиной. Всех своих игроков в первой половине задействовали тренеры. За исключением Джессики Девенпорт. В общем-то, под вопросом было ее участие в сегодняшней встрече. Да, ну я думаю, если... Нет необходимости, то лишний раз тренеры стараются не задействовать игроков, если у них какие-то травмы или по здоровью что-то беспокоит их. Ну, тренерский состав понемножку появляется из раздевалок. Прервемся, может быть, на рекламу? Прервемся на рекламу? Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Ну вот, а мы рады приветствовать на нашей комментаторской позиции Доктор команды Вологды Чеваката Александра Николаевича Федорова Заслуженного врача Российской Федерации, отличника физической культуры и спорта, участника семи олимпиад. Волею судеб Александр Николаевич Приостанавливают всю работу в Вологде И пользуясь случаем, ну не могли мы эту возможность упустить, поговорить с заслуженным человеком о Насколько тяжел труд врача сегодня в спортивной команде. Вот вы сколько лет работаете врачом? Ровно возраст Иисус Христа, 33-й год. 33 год назад и сейчас 2012 год. Объем работы отличается? Ну, скажем так, работа сейчас более качественная, более, скажем так, Божьему, скажем так, более точечная, требует, так сказать, включения, ну, во многих позициях, в том числе и по спортивному питанию, которому раньше уделяли мало внимания, по соединению принципов восточной европейской медицине, спортивной медицине. Поскольку мы в последнее время немножко отстали, хотя Запад пользуется нашими методиками, а подает их нам в нашей же, ну, своей обертке более лучшей, мы сейчас, так сказать, форсируем, чтобы догнать, потому что провал 90-х в экономике и в стране, естественно, отразился и на спортивных медицинах, на качестве специалистов, да и несколько лет они вообще не выпускались. Поэтому сейчас очень сложно найти спортивного врача, а роль его в команде, я считаю, увеличивается. Не все это еще, к сожалению, понимают и на большом уровне, и в клубных. Вот, и я считаю, у меня есть несколько статей в журнале спорт-медицина, волейбол и так далее. Я писал о том, что заключая большие контракты, например, с игроками, нельзя экономить на медицине. При заключении контрактов нужно использовать заранее даже, там, такие обследования, как компьютерная томография, а не какой-то рентген, который, это уже прошлый век. Знать, не только определять травму во время травмы, а профилактически быть готовым к слабым механизмам игрока. Главное в спорте – это профилактика, для того, чтобы помощь тренеру в перенесении нагрузок была более качественной с нашей стороны. Так же, как и по спортивному питанию. Да, у нас была такая шутка, что у нас нет проблем с питанием спорта, потому что питания нет и проблем нет. Александр Николаевич, а я хотел спросить, сегодняшний современный успешный спортивный доктор, он должен быть узким специалистом или, наоборот, широкого профиля? Вы знаете, вот как раз сейчас должно именно эти два понятия объединяться, как бы, ну… Объять, необъять, совместить, совместить. Должны вот они друг друга проникать. Потому что раньше широкое, мы как бы и семейные врачи, но обязательно нужно уже работать на молекулярном уровне, то есть привлекать научные обследования, биохимию, чтобы точно знать, на каком периоде подготовки, в каком периоде там усилить аминокислоты, к примеру, или потери солей, или с учетом в данный момент женского организма, есть своя специфика работы. Поэтому я считаю, что здесь все это должно объединяться и вливаться. Потому что, допустим, у меня на сегодняшний день около 10 дипломов по узкой специальности, кроме широкого. Такие, как иглоукалывание, мануальная терапия, диетология, кардиология, спортивная фармакология. И каждый день, ну теперь интернет, а раньше статьи, журналы, общение. Как бы один день проживешь, ничего не знаешь, ты не узнаешь нового, ты уже опаздываешь. Поэтому нужно быть на острие и науки, и практики. В связи с этим, хотел спросить, вы биохимию и молекулярные все эти вещи в Волокту приносите? Я постарался помочь и надеюсь, что я помог в организации всех вот этих вопросов, в организации самой медицинской службы. Кстати, могу отметить, что в клубе Вологда удалось наладить ее неплохо, потому что у меня есть опыт с кем сравнить. Я работал со многими клубами и сборными. Я считаю, что здесь удалось наладить связь, удалось наладить быструю консультативную работу, удалось, так сказать, убедить руководство не экономить на последних фармпрепаратах, пищевых добавках в медицине. Поэтому я думаю, что мне удалось это сделать и надеюсь, что, так сказать, те, кто будут работать после меня, продолжат мое дело. В прошлом году сборная России с вашим участием завоевала золотые медали на чемпионате Европы. Много было работы в сборной? Работы было очень много, именно точечной, потому что, знаете, что девочки сборные уже возрастные. Естественно, и падение иммунитета, и большое количество травм, поэтому меня очень увлекла эта работа. Я считаю, что я выложился, ну, практически максимально. Я как раз привлек и новые такие методики, как ударно-волновую терапию, но не только ее, и глоукалывание. И убедил, что надо более чаще делать биохимический контроль и так далее. Работа была тяжелая, очень точная, тем более девочки у нас звезды. И приходилось, так сказать, доказывать именно конкретно каждому, даже такие опытные игроки, как Светлана Бройсова, Маша Степанова. Многие даже не встречали такие препараты, которые и за счет индивидуальных бесед приходилось убеждать. И, в общем-то, ответная реакция была хорошая. Ну, они же в баскетболе всю жизнь, а вы в баскетболе, для них человек новый. Вы участники семи олимпиад, но это какие виды спорта вы представляете? Последние три – это волейболи, а до этого я начинал работать, прошел хорошую школу именно в цикличных видах спорта. Начинал в академической гремле, а потом застал еще, отработал в золотые годы сплавания во времена. Денис Манкратова, Александр Попова. Вот поэтому именно работа в циклике помогла уже мне более легче переносить нагрузки и более помочь в работе именно в игровых видах спорта. Так сказать, имея багаж основы, очень намного легче. Ну вот, за короткий перерыв нам удалось представить одного из работников невидимого фронта, который, в общем-то, не часто попадает в объективы телекамер, но, тем не менее, служба которых также опасна и трудна, и в том плане, что вклад-то в результат, он не меньший, чем и всех остальных участников процесса, я имею в виду тренеров и игроков. Я думаю, игроков, да, огромная благодарность от игроков и тренеров. Я сегодня об этом тоже девочка рассказала, и, так сказать, они меня тепло проводили, и, надеюсь, хочу поблагодарить и Вологду, и руководство за понимание, и надеюсь, что наше сотрудничество, если не в практическом виде, а в теоретическом, конструктивном, может все продолжить. Желаю вам здоровья и успехов. Большое спасибо, с нами был Александр Николаевич Федоров. Всего доброго. А у нас... Началась третья четверть. И Лори Мор там подобрала мяч после броска Маши Черепановой. Заброс на Юлию Киселеву. Два очка, 46-25. 16-й очко Юлию Киселевой. Завидной неизменностью поражает кольцо Питера Юлия Киселева. Екатерина Чистякова. Но четвертый фолл у Киселева, если я правильно понимаю ситуацию. Ну, я думаю, последует замена, наверное, сейчас. Да, и замена Кристина Аликина. Выходит на площадку. Двух четвертых номеров поставит сейчас. Юлия Киселева покидает площадку. Площадку. Еще один. Кто-то из игроков раньше вышел. Вошел в меня. Потропил события. Да, потропил события. Слишком большое желание. Тем не менее, цифры на табло не изменились. Лори Мор начинает атаку. Кристина Аликина. Маша Черепанова. Не последовала передача Аликины в угол. Катя Киеру решила сама завершить атаку. Настя Логинова забирает отскок. По-прежнему лично играет, да? Обе команды. Ничего такого мы пока не видим. О, как красиво обкатила Воробьева. Защитницу. И забивает два очка с левой стороны. Хороший атакующий арсенал Ольга демонстрирует нам сегодня. Ну, не только сегодня. Вообще. Да, вообще. Многие болельщики отмечают, как преобразилась Воробьева в этом сезоне. Что прибавила она. Хорошо защитник подбил мяч. И двое против одного. Два очка. Екатерина Тимофеева. 46-29. Вот и остановилось Вологодское нападение. Может быть, благодаря тому, что два четвертых номера сейчас на площадке? Ну, пока начало 5-2 в пользу Спартака. По забитым очкам Маша Черепанова. Мяч все-таки, попрыгав, не упал в корзинку, в сеточку не провалился. Таня Бурик. Чистякова. Логинова. Размет там на маленькую. Что будет делать Анастасия? Ох. Падение Насте Логиновой. И персональное замечание кому? Олеся Малашенко. Олеся Малашенко номер 12. Да, второе персональное замечание. Первый точно, Анастасия. Два из двух. 46-31 за 7-40. Начало третьей четверти, это пока за Питером. Да. С замиранием сердца ждали третьей четверти. Да, уже, тем не менее, третья четверть началась у нас. Маша Черепанова там двоечку с Олесей Малашенко играли. Катя Кейру. И три очка. Отвечает двухочковым попаданием. Отличное решение принимает Ольга Воробьева в очередной раз. Не стала искать от добра добра. Да. С бросковой ситуации. Остановилась. Почему нет? Ух, какой красивый заброс проходил там. И Тимофеева получает третье персональное замечание. Махалина выходит вместо Маши Черепановой. И она Остраухова будет менять у нас Екатерину Чистякову. Ух, какой красивый перехват Катя Кейру перехватила. И чуть-чуть не дотянула. Не смогла оторваться. Анастасия Логинова с мячом. Воробьева. Скидка на периметр Острауховой. И Воробьева подбирает нов мяч. Перехват Светы Махлиной. Не стала форсировать ситуацию Чуваката в этой атаке. Света Махлина на периметре. А на подборе никого. Всех загипотизировала Света Махлина своими движениями. Проходом. Убаюкала. Что даже никто из своих не пошел на подбор. Они были уверены на 100% что Света Махлина забьет этот мяч. Тимофеева со средней точно 2 очка. 49-35. И совсем одна там была Олеся Малашенко. Но защитница успела выбить мяч за лицевую линию. Лена Баранова вместо Олеси Малашенко. В принципе логичный ход. Лена-то может сыграть любого и четвертого, и пятого. И пятого, да. А надо и третьего, и второго. Олекина практически с пола подняла этот мяч и успела забросить его в кольцо. Не удумевает Дмитрий Донсков. Как так можно? Да, он сигнализирует, что это видимо было... Двойное введение или что? Да, или что-то вроде этого. Ну судя тем не менее, ничего не свистнули. Значит можно играть. Успевает Катя Кейру. И два очка Анна Страукова. Небольшое повреждение получает, похоже. Лори Мор. Попытка трехочков. И точно! И точно! Практически все игроки отметились с добитыми очками, да, не считая Олеся Малошенко и Лену Волкову, кто выходил на площадку. Тимофеева. Десять секунд остается. Таня Бурик. Воробьева. Лена Баранова берет очередной подбор на своем щите. Катя Кейру. Сложный бросок через защитника. Да, мне кажется, команда немножко не была готова, да? К атаке? К этой атаке. Катя забирает у себя на щите. Света Махлина. Бросила раз. Подобрала тоже. Бросила два. Воробьева получает первое персональное замечание. И замена в составе обеих команд. Анастасия Андерсон выходит на площадку. В составе Спартака. И в составе Вологды Елена Волкова. Два из двух. Света Махлина. Пилигранную технику броска и абсолютное внутреннее спокойствие следния штрафнета Светы Махлиной. Практически перехватила там Кристина Аликина, Таня Бурик, Лена там успела подбить мяч. Четвертое персональное замечание получает Екатерина Тимофеева в составе Спартака. Кристина Аликина будет бросать со средней. И точно. Как только появился пятый номер на площадке, все сразу стало, обрело свою логичность. Но очень важно, мы уже говорили, чтобы игроки не жадничали, да? Вовремя отдать передачу, это тоже искусство, я бы сказала. Лена Баранова берет очередной подбор на своем щите. Просит мяч против маленькой. Замены тем временем произошли в составе обеих команд. Олеся Малошенко вышла в составе Вологды. И Анастасия Логинова в составе Спартака. Костина. Перевод на Аня Остроухова. Три очка показали. Мне показалось, что она заступила немножко. Ну, как мы уже говорили, да. Старательность Остроуховой. Света Махлина. Опять там на подборе только была Лена Баранова, да? А четвертый номер не успевал на подбор. Анастасия Логинова. Мяч касается 24-секундника. И переходит... Владенник Вологде переходит. Тем временем осталось 2.20 до конца третьей четверти. Счет 58-40 в пользу Чевакаты. Елена Волкова. Получает Лена Баранова мяч. Отскок забирает Малошенко. Серия рикошетов. И Андерсон разгоняет атаку питерского Спартака. С фолом забивает Андерсон против Олеси Малошенко, которая играла в защите. У Олеси это третье персональное замечание и третья команда. Бонусный штрафной. Забивает Анастасия Андерсон. Пока выигрывает питерский Спартак третью четверть. Злополучную. Как правило, злополучную. Елена Волкова. Двоечка. И два очка. Логинова с мячом. Костина. Успевает выбросить мяч, да? Несмотря на то, что как бы... Не спугалась пункта руки Елена Барановой. Сопротивление там приличное было. 60-45 за минуту до конца третьей четверти. На ровном месте потеряла мяч Вологодская Чаваката. Логинова Андерсон. Елена Баранова подбирает мяч и сама начинает атаку. Быстро матри. Сейчас пойдет до конца, да. Могла бы до конца пойти. Да. Ух, какая скидка Светы Махленой. Обыгрывает и своего игрока Лена Волкова по ходу. Но там совсем одна Лена Баранова была, и никто ее не увидел. Ни Лена Волкова, ни Катя Кейру. Тем не менее, плюс два у Чаваката. Костина. Последняя атака, я думаю, в третьей четверти. По крайней мере, Волкова будет стремиться сделать так, чтобы эта атака была последней. Команда диктует, сколько осталось. Лена Баранова. 62-45 закончилась третья четверть. Плюс 17. Два очка отыграл Питер. Удачно сыграли они третью четверть. Я думаю, ровно, судя по счету. Чем запомнилась третья четверть? Ой, чем запомнилась? Мне она Ольгой Воробьевой запомнилась. Атаки Ольги Воробьевой? Да. А из Вологды кого ты можешь выделить за третья четверть? Я бы Лену Баранову выделила. Я соглашусь. Хотя про Вологду многие говорят, что это та команда, в которой любой может выстрелить и в любом матче повести команду за собой. Нету таких штатных, как бы, забивал, которые там тянут, вот они, там дают результат. Всегда есть обоймы из шести, семи, восьми, девяти человек, которые в нужный момент выйдут. И повезут за собой. Да, и против такой команды очень тяжело играть. Против сбалансированного нападения очень тяжело играть в защите. Вот нам принесли статистику, обратим внимание. Шесть подборов уже сделала Лена Баранова. Это больше всех, да, в составе своей команды. И семь подборов, а, восемь подборов у Анастасии Логиновой, и семь подборов у Ольги Воробьевой. Кстати, про Ольгу Воробьеву. Шесть очков в третьей четверти принесла своей команде Ольга Воробьева. И становится самым результативным игроком в составе Питера. Десять очков у Екатерины Тимофеевой. Семь очков у Ани Остроуховой. Там трешечка была из угла такая, да? Да. Питер начинает четвертую четверть. Серия заслонов на периметре. Черепанова вместо... Пробежка. Маша Черепанова вместо Светы Махлиной. В составе Вологда? Ага. А в Питере, по-моему, тот же состав. Тот же состав, что и заканчивал, да. Олеся Малошенко. Катя Киру. Вперед. Ох, какой. Бросок совершал Олеся Малошенко. И фол. Свистят арбитры. Первый, точно. Два из двух. Катя Киру там. Сопротивляется Ани Остроуховой. Андерсон со средней. Маша Черепанова берет подбор. И Катя Киру начинает атаку Вологды. Замена готовится в составе Вологды. Анна Плешкова. Аня Остроухова после подбора несется в отрыв. И забивает. 64-47. Шла в контакт сейчас с Киру, да? Да, но мне кажется, Катя не хотела очень жестко играть в защите. Хотя могла и пожёстче сыграть. Чтобы не нанести травму игроку. О, совсем одна осталась там. Олеся Малошенко. И Малошенко под кольцом. И обрати внимание, все забили девочки. Все, кто выходил на площадку в составе Вологды. Это к разговору о сбалансированном нападении? Да. Что каждый может. Замена там. Андерсон повреждение получает. Да, медицинская замена. По-моему, опять что-то у неё. Повреждение носа опять. Костина с мячом. Логинова. И как хорошо там Костина боролась. И чуть-чуть не хватило им, да? Чтобы овладеть мячом. Ну, по расторопней немножко оказалась Лена Волкова. Которая удачно... Подбила мяч. Подбила мяч, да. И потом он ушёл. Спартаковок. Лена Волкова будет играть в позиции разыгрывающего. В данный момент на площадке. Маша Черепанова. Семенит ногами. Сорвозная с арбитром. Да, семенит она ногами. Что не ускользнуло от бдительного взора Александра Богачёва из города Воронежа. Остроухова с мячом. Ждёт открывания. Большого. И что будет? Костина. Отлично. Малышенко сыграла в защите сейчас против Костиной. Во-первых, на ногах ощущалась, да? Да, да. Часть дистанции. Олеся Малышенко сходу бьёт. И трёх очковый. Трёх очковый, не думая просто. Посылает мяч в корзину. 69-47. За 7-30. Но когда снайпер получает мяч в убойной позиции, ему некогда думать. Защита думает. А лучше не думать. Пытался ответить Саша Костина. Замена в составе Спартака. Тимофеева выходит на площадку. Она меняет Костину. Двоечка там наверху. Лена в проходе. Ах. Пол. Пол свистят на Лене Барановой. Номер 14. Анастасия Логинова получает второе персональное замечание. Она ждала сейчас каких-то врываний, каких-то действий. Да, от маленьких. От маленьких. И замена в составе Вологды. Ульяна Шулепова выходит на площадку. И меняет она номер 12. Олеся Малышенко. Видимо, Маша Черепанова будет четвёртым сейчас играть. Два больших там, да, на периметре. Бросок со средней. И точно. Осталась одна. Взлетела, пробила. Два очка. Достаточно равномерное игровое время сегодня у баскетболисток Вологды. Ты видел этот перевод? Красивый, изящный перевод. Анна Плешкова там пытается... А тем временем остаётся всё меньше времени владения. Успевает выбросить, но, к сожалению, с таким сопротивлением, что реализации нет. Быстрый ответ Питера. Да. 71-49. Плешкова на дуге. Лена Баранова там боролась на подворе. И подоспела Ульяна Шулепова. Мяч остаётся у Чуваката. Аня Плешкова получает мяч. Бросает. И Елена Баранова успевает быстрыми руками подобрать этот мяч. И ещё одна атака у Чуваката. Зона встали. Спартак. Перевод. Полнопадение. Полнопадение. Перепанова. Влавливала там она защитницу. Вот к разговору о подборах. Для того, чтобы делать много подборов, в общем-то, иногда совершенно необязательно прыгать выше всех. И на полметрных кольцов. Да, очень важно занять место. Мяч иногда может просто свалиться впереди, так скажем. Его приходится только взять в руки и отдать маленькому игроку. Ну да, у Лены Барановой сегодня почти дабл-дабл. Перехват. И выскользнул снаряд. Какая обидная потеря. И Таня Бурик забивает два очка. Это был хитрый ход со стороны Татьяны. Она уступила бдительность вологодской защиты, а потом тот же перехватом отрезала всю пятёрку просто. В составе Питера, кстати, тоже осталось только Юлия Лукина без забитых очков. А так все девочки отметились. По набранным очкам. Ульяна Шелепа переводит мяч на Юлию Волкову. Красивая скидка. И нужно уже... И красивый бросок после разворота. Показав финт влево. 18 очко Юлии Киселёвой в сегодняшней встрече. Мне кажется, она сегодня MVP. Потеря. Недовольна собой Ольга Воробьёва. По крайней мере, они хорошо двигают мяч. Да, просто неточности. А так хорошо видят и хорошо двигают. По-прежнему стоит зона. 2-1-2. 10 секунд остается. Пора уже. Плешкова. Забирает Люба Паскаленко этот отскок. Воробьёва с мячом. Тимофеева. Ух, как хорошо подняла. Ольга Воробьёва, к сожалению, не попадает. Дальняя попытка точно. И точно. 3 очка от Елены Волковой. Расстояние не является преградой для настоящего снайпера. Да. Главное, чтобы снайпер был настоящий. Заброс на Любу Паскаленко. Перевод Таня Бурик. Нашлась в углу. И подбор за Машей Черепановой. 3 минуты остается, я думаю, до конца игры уже можно сказать. И еще один бросок. Почувствовала уверенность в себе. Да, Маша Черепанова получает третье персональное замечание. И замены в командах. В команде Вологда Катерина Кирова ходит на площадку. А в команде Спартака Анна Остраухова. Юлия Лукиной так и не дал много сегодня времени Дмитрий Донсков. Чистякова с мячом в пол. Номер 15. Пятое персональное замечание Юлии Киселевой. 18 очков набирает за сегодняшний матч Юлия Киселева. Очень хороший, очень приличный результат. Да. 2 очка, да? Не хватило ей до 20, как она говорила. Думаешь, это ее расстроило? Я думаю, нет. Главное, что команда выигрывает. Конечно. Активно защищается Чеваката. Вся пятерка участвует в оборонительных действиях. Любовь Паскаленко просит там мяч против нее в защите Лена Баранова. Забивает с левой стороны. Да, полукруг левый хороший. 76.53 за 2 минуты 15 секунд. До конца четвертой четверти. Маша Черепанова, Катя Киева, Анна Плешкова. 5 секунд остается. Нужно уже бросать. Кто-нибудь видит? Кто-нибудь видит? Мне кажется, никто не видит. Очень увлеклись. Разбросил мяча. Первый раз в день мяча. Да. И никто даже не смотрел. На 24 секундник. Таня Бурик. Ай, чуть-чуть не перехватила Лена Баранова мяч. Меньше двух минут у нас остается до конца четвертого периода. Тимофеева с мячом Таня Бурик. Маша Черепанова. Доведут ли мяч до Пасхаленко. Дальняя попытка. И подбор Катя Кейру там взяла подбитый мяч. Кем ты? Маша Черепанова. Два очка. Нашла совершенно одна под кольцом. Катя молодец. Не стала вставать в позиционку. Оценила ситуацию моментально. Что очень важно для... Красиво, алюстативно. И все остальное, так скажем. Чистякова с мячом. Там вдвоем в дабл-дабл берут. Хороший мяч. Люба Пасхаленко. В красивом проходе. 78-55. Расставляет свою команду в позиционном нападении к Кейру. Баранова получает в углу. Перевод на Анну Плешкову. И вот он. От Анны Плешковой. Трехочковый бросок и попадание. 81-55. 40 секунд остается до конца матча. Заброс. Оп, и Елена Баранова. Не стала форсировать ситуацию. Ну, некуда торопиться им. Хитрую какую передачу хотела отдать, да, Уля? Уля видела, да, развитие ситуации. Там открывалась под кольцом Лены Баранова, по-моему, да? Да. Маша Черепанова. Смело бросает, но, к сожалению, мяч касается конструкции. 18 секунд остается до конца игры. Я думаю, Спартак использует полностью это время, чтобы не дать... А может быть, и без атаки даже сыграет. Нет, я думаю, атака будет. Таня Бурик. Люба Паскаленко успевает на последней секунде забить два очка. Побороз за подбор. Да. И молодец. Встреча закончилась со счетом 81-57 в пользу Чевакаты Вологды. И выходит она в следующий раунд. Волода выигрывает полуфинал за пятое место. И, соответственно, будет играть с победителем пары Динамо-Москва. Спартак Нагинск. Мне кажется, я в перерыв в большом слышала, что Динамо проиграла 12 очков. Не могу никак прокомментировать эту информацию, поскольку ею не обладаю. Я знаю, что Вологда уже выиграл свой полуфинал. Это мы можем доложить нашим сети зрителям. Да, мы еще раз поздравляем их. Благодаря Тане в центральном круге своих болельщиков, зрителей. В зале. А у нас показывают красивые моменты. Маша Черепанова с остановки попадает. И еще один повтор Юли Киселева. А мне принесли статистику. Практически ровно сыграли четвертую четверть команды 19-12. Небольшое преимущество. Чевакаты. Самые результативные игроки. Юлия Киселева. Она была самая результативная в составе обеих команд. Набравшая 18 очков. 10 очков Кристина Аликина. 9 очков Лена Баранова. По 7 очков Олеси Малашенко и Катерина Кейро. 8 очков Маша Черепанова. 5 очков Светлана Махлина и Лена Волкова. И по 3 очка Ульяна Шулепова и Лори Мор. А у нас интервью с игроком Чевакаты Юлией Киселевой. Юлия Киселева. Центровая Вологодская Чевакаты. Перед матчем разговаривали о том, что... Если можно, разрешите, мы все-таки продолжим интервью. Перед матчем говорила о том, что будешь довольна, если забьешь 20. Забила 18. Недовольна? Нет. Недовольна то, что глупые полы получила. Так бы забила и больше 20, наверное. Если бы не посадили. Как-то с самого начала взялись за рога и, в общем-то, не было уже сомнений уже после первой четверти. По крайней мере, у меня. Как это в команде чувствовалось на скамейке? Не знаю, сегодня как-то все так прошло. Как-то не скажу то, что мы в вальяж находили. Но все вроде как бы настрылись. Они понимают, что даже если команда слабее, чем у нас, но все равно надо выходить, как бы отработать. Нам сказали отработать хотя бы первую половину, чтобы было явно понятно, кто лидер в этом. Я думаю, что это было явно понятно уже после первой четверти. Ну да. А из Питера кто-нибудь понравился? Да, мне понравился Оля Воробьева. Забивала практически спиной со средней. Вот, ну и девочки высокие у них, очень быстрые. Ну так, я даже не знаю по фамилиям, честно говоря, не очень. В своей команде кого отметишь? В своей команде? Не знаю. Лена Баранова мне сегодня понравилась. Как я на переводы за спиной делала. Вообще умничка. Вы выиграли полуфинал за пятое место и будете играть либо с Динамо Москвой, либо с Ногинском. Есть какие-то предпочтения или вам безразличны? Ну я думаю, что с Ногинском играть легче, но все-таки мы будем играть, наверное, с Динамо Москвой. Ну я думаю, что они выйдут. С ними даже может поинтереснее будет, хоть какой-то азарт будет. Потому что обычно сейчас в плей-оффе все выходят и заранее знают, кто выиграет, кто проиграет. А у нас хоть как-то мы с ними... Интрига какая-то. Да, вот будет какая-то интрига. Большое спасибо. Еще раз поздравляем с хорошей и удачной игрой, с красивой победой. И до новых встреч в эфире. И надеемся увидеть в вашем исполнении такие же красивые игры. А мы продолжаем наш репортаж. Я надеюсь, сейчас к нам подойдет еще кто-нибудь из игроков или тренеров. Команд. Самый результативный игрок в составе «Спартака» это Екатерина Тимофеева и Ольга Воробьева, набравшая по 12 очков. А также Анна Строухова 9, Любовь Паскаленко 7. По 4 очка Татьяна Бурик и Екатерина Чистякова. 3 очка Анастасии Андерсона и 2 очка Анастасии Логинова. Практически к концу игры подравнялись команды по подборам. 39 подборов Вологда, 36. «Спартак». Количество потерь. 9 у «Чевакаты» против 16 у «Питерского «Спартака». А у нас ожидается очередное интервью с главным тренером Вологда Чевакаты Ольгой Александровной Шунейкиной. Ольга Александровна Шунейкина, главный тренер Вологодской «Чевакаты». Довольна победой? Да, конечно. Я очень рада за девчонок. Рада, что мне понадобилась третья игра. Рада, что я смогла заиграть сегодня весь состав. Но, к сожалению, Джессика у нас немножко приболела. И она не принимала участия в игре. Чевакаты не подвели. Показалось со стороны, что вторая игра дома была гораздо легче, чем первая игра в Питере. Это так и почему? Да. Мне тоже так показалось. Может быть, Питер достаточно очень мобилен был у себя дома. Мы не так сейчас с ними играем, скажем так. Может быть, это была их очень хорошая скорость, они показали, играя в Питере. И, может быть, это была их какая-то предельная скорость, и немножко не хватило им восстановиться. Потому что сегодня они вот этот свой главный козырь, именно скорость, он немножко менее был заметен. И поэтому получилось, наверное, для нас проще. Кого отметите сегодня в составе Питера? В составе Питера? Кого я могу отметить в составе Питера? Да я даже не знаю, если честно. Команда играет, команда ровная. Каждый раз может быть сегодня один лидер, завтра другой лидер. И поэтому я хотела бы отметить команду, что как бы им тяжело ни было, потому что все мы знаем, какое финансовое положение на данный момент в команде. Я бы просто хотела пожелать им удачу и команде, и питерскому баспетболу, и игрокам, которые сегодня представляют этот круг. В составе Вологды кого-то отметьте сегодня, в составе своей команды? В составе Вологды. Я не люблю это делать. Я могу отметить Юлию Киселеву, наверное, потому что... Я хочу сказать, что все здорово, все гладко. Но, тем не менее, в отсутствии той же Девинку, она сыграла, на мой взгляд, неплохо. Ну и плюс я хочу отметить тех девчонок, которые не так много обычно играют. Я знаю, что это тяжело всегда, немножко теряется игровая практика. Вот. И... Ну и вообще девушки переживают. Я бы хотела бы их отметить. Просто тех людей, естественно, они переживают, что они имеют немножко меньше времени, чем кто-то другой. И когда они его получают, и они играют, и выглядит неплохо. Я бы хотела их отметить всех, кто сегодня. И Аня Плюшкова, и Лена Баранова, и Лена Волкова. Ну и все остальные, я не знаю, перечислять. И Улюшу Леву. А вот там всех, 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 всех. Последний вопрос. В матче за пятое место Ногинск или Динамо, или Вологде без разницы? Я не знаю. Это в любом случае будут серьезные игры, и я не могу сейчас сказать. Все равно играть с одной командой, что с другой, соперники достоинности. Большое спасибо, удачи. Спасибо. Мы ожидаем интервью главного тренера Спартака Дмитрия Донского. А пока расскажем процент соотношения попадания с игры. 32,71 броска, 45% Олда Чеваката. И 24 против 61 броска, 39% Спартак Москва. На 10 бросков больше совершили. Игроки команды Вологды Чеваката. Процент соотношения штрафных. 75% у Вологды против 62 у Спартака. Обратим внимание. 12 перехватов сделал Вологды Чеваката против 3 перехватов. Спартака Санкт-Петербурга. Потери. 9 потерь против 16 у Спартака. Наверное, эти потери вылились в забитые очки и в разницу в итоговом счете. У нас готово интервью с тренером Спартака Дмитрием Донским. Дмитрий Донсков, главный тренер Санкт-Петербургского Спартака. Что не получилось? Ничего сегодня не получилось. И самое главное, что, наверное, здесь может быть отчет. Мы неправильно подготовились к этой игре. Мы приехали в день игры. Может быть, нам будут сделать дневную тренировку. Как бы подвезли, что нам пришли в сон. И я думаю, что Санкт-Петербург заставил на свои места. И потом уже Вологда играл как хотел. Мы, в принципе, пытались создать интригу, но сами видите, что у нас был такой, какой-то, 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 ну, я думаю, что отрицательный урок для нас тоже будет приходить на пользу. И следующие, так скажем, мальчики, мы стараемся это избегать. Я бы отметил позитив в третью четвертью. Да, как-то по ходу регулированной. Сегодня третью четвертью. А на этом акцентировали внимание? Вы знаете, выиграли мы третью четвертью за счет того, что мы проиграли первый четверть. Поэтому на это внимание акцентировали. По процессу вообще, конечно, наказывающих акцентировать внимание. Выполнили, не провалиться. Не стал послезать с этой закономерностью. В принципе, люди, когда я там не оставлю. Опа. Команды. Валиться. Игрой, не доволен. В этом случае, может быть, кого-то из Вологды. Ну, я бы не сошелись от месяца. Игрого. Это достаточно уверенно. Инженер собиралась в нашем поле подъясними барахами. Ну, конечно. В целом команды собирали университет. Универа баран. Он опыт вешет. Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 ! ! Спасибо! ! ! Спасибо! что были с нами! Субтитры! Спасибо! ! ! ! ! ! ! !